Представьте себе, что вы сидите с двумя друзьями в кафе и хотите сделать заказ. И перед вами встает принципиальный вопрос. Сколько всего у вас троих с собой денег? При этом каждый из вас имеет веские причины, по которым он не хочет, чтобы два его друга узнали, сколько денег лично у него. Что делать? Вариант первый. Можно подозвать официанта, и каждый из вас скажет ему на ушко свою сумму. Официант их сложит и сообщит результат. Но такой вариант вам не подойдет. Вы не хотите использовать помощь посторонних людей. Вариант второй. Каждый может написать на листочке свою сумму, вы их все сложите в шляпу и перемешаете, а потом достанете и посчитаете общую сумму. Но так тоже не пойдет. Все-таки конкретные цифры увидят все. А вам хочется, чтобы никто не узнал никакой лишней информации. Итак, внимание! Если вы сейчас не поставите на паузу, то я расскажу решение задачи. Первый человек пишет на листочке случайное число и передает второму. Второй прибавляет к этому числу свою сумму и передает результат третьему. Третий прибавляет свою сумму и отдает листок первому. Первый прибавляет свою сумму, вычитает свое случайное число, и вот результат. Мы знаем общую сумму, но не знаем, сколько у кого денег. Можно заказывать и не стесняться. Как вы заметили, эта задача не требует применения сложных математических формул или теорем. Здесь нужно придумать идею алгоритма. И это умение особенно важно для успешных выступлений на школьных и студенческих олимпиадах по программированию. Для того, чтобы решать задачи, которые там предлагаются, нужно не только знать язык программирования, но и уметь придумывать алгоритмы, обладать математической интуицией. Меня зовут Наталья Бондаренко, и я хочу пригласить вас на курс Самарского университета «Математика для олимпиад по программированию». Наш курс ориентирован на начинающих участников олимпиад, а также на всех остальных любителей порешать нестандартные математические задачи. В общем, записывайтесь на курс, будет интересно!